Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить еще об экспериментах. Достаточно удачное начало, если вы видели все, что мы выложили в интернет касательно общих каких-то тем. Там есть моменты по взаимодействию с хрониками каши, с пространством вариантов, с энергоинформационным полем. Все это об одном. Это все не надо разделять на разные. В двери входа могут быть разные, информация одна. И те наработки, которые есть и выложены уже в открытый доступ, это одна тема. Есть вторая тема, тема закрытая. То есть есть эксперименты, которые мы не выкладывали в открытый доступ. То есть мы сразу разделили на две части. Первая часть – это касательно общих вопросов. Вторая часть – это касательно личных моментов. То есть я начну сейчас со второй части, плавно перейду к первой. По итогам, что же все-таки наработано. Все, что касается личных моментов. Мы брали личные запросы человека и шли в проработку. Например, у человека не выстраиваются отношения, и он бы хотел каким-то образом разрешить ту или иную жизненную ситуацию. Мы идем в эти состояния и смотрим, какие варианты существуют. Так вот оказывается, что из тех вариантов, которые являются наиболее вероятными в его жизни и развитии событий, выбрать другие он может лишь при закрытии определенной вторичной выгоды. Вторичная выгода в бессознательном всегда сопряжена с личностными изменениями человека. То есть для того, чтобы пространство вариантов дало другие варианты решения проблемы, надо а – измениться, б – вкатить много энергии на достижение другого результата. Вот эти вот вещи, они становятся просто вот как на ладони очевидными, когда работаешь по индивидуальным запросам. Выкладывать индивидуальные запросы в широкий доступ некорректно, потому что в прямой проработке сразу же в процессе сеансов мы вносили изменения, корректировали вопросы личностных изменений человека. То есть, по сути дела, психотерапия. Использовались разные инструменты. Вплоть до того, что очень интересные наработки, когда идешь в потоке, а когда ты выходишь в эти состояния, ты уже идешь в потоке. Так вот, даже если у тебя не хватает психотерапевтического признанного инструментария, то вдруг ты начинаешь открывать для себя новые инструменты работы, у тебя появляется какой-то эксклюзив, вплоть до того, что бери, иди и патентуй свою систему или свою методику. И таких методик уже можно патентовать на каждом человеке. Что-то новое приходит в озарении. То есть, это состояние озарения, получение информации. Это реально очень классные вещи. И те, кто мечтает продвинуться в каких-то изыскательских моментах или стать фрейдом номер два, добро пожаловать в работу с энергоинформационным полем, с измененными состояниями сознания, потому что здесь решение вопросов на ладони. Все, что касается выходов, вот если переместиться все-таки к более общим вопросам, то все, что касается выходов и решений ответов, поиска ответов на вопросы более широкого плана, здесь интересные тоже моменты. Здесь опять-таки мы приходим к психотерапевтическим вещам, они тоже становятся важными, особенно у экспериментуемого, человека, который идет туда, потому что он берет информацию через призму, через свои собственные фильтры, через призму своих убеждений, программ, восприятий и так далее. То есть, через призму своих тараканов. Если у человека вот эта призма ограничена, то информацию он берет в ограниченных дозировках. Таким образом, вот эту ограниченность можно использовать каким образом? Например, если человек берет информацию через призму того, что он инженер, что он специалист, или он врач, или, 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 да, то вот эту призму можно использовать для того, чтобы через него брать узкоспециализированную информацию. То есть, понимая, что там уже есть фильтр. Второй вариант того, что в измененных состояниях сознание становится очевидным, человек со своими ограничениями более широкие масштабные вопросы брать не может. То есть, он вносит в них искажения. И таким образом, вот эти вот варианты искажения, или... Иди. Вариант искажений, или же профессиональной информации, опять-таки через и, да, мы можем брать, и так, и так. То есть, вот эти вещи надо использовать. Мы понимаем, что у человека будет работать фильтр восприятия. Ты уже поздоровался и засветился. Далее, что касается экспериментальной части. Более широкие вопросы значительно сложнее проверять на объективность. Поэтому мы будем благодарны вам, если вы будете присылать нам какие-то вопросы, которые одновременно можно дать на широкую аудиторию и проверить на объективность в дальнейшем. Как правило, вот то, из чего мы уже додумались и первые пробы сделали, это варианты выбрать что-то из пространства вариантов для себя и в дальнейшем иметь обратную связь, так это или не так. Второй вариант – это изменить, изменить пространственный вариант, подогнать под человека, не под человека, под общество. Вот это в последнем ролике, когда родилась идея, вдруг спонтанно в потоке изменить сроки принятия закона. Не через 10 лет, а резко пустить на сокращение. Сейчас будем наблюдать, как оно пойдет. Вообще вчерашняя реакция в наших СМИ, она меня, честно говоря, удивила, потому что вот все персоны, которые должны были засветиться для того, чтобы этот вопрос пошел в обсуждение, они вчера засветились. И мне даже было радостно, что, скорее всего, это все уже пошло в работу. А ведь всего лишь был эксперимент, который родился спонтанно вот в этих состояниях сознания. Посмотрим, посмотрим результаты, пока рано загадывать. Итак, господа, если среди вас кто интересуется экспериментами, с хрониками каши, с пространством вариантов, с энергоинформационным полем, назовите это как хотите. Если среди вас есть люди, которые имеют определенный трансовый опыт и готовы участвовать в экспериментах, есть вопросы интересные, которые можно будет выложить в открытый доступ, мы вас ждем в Минске в среду в 2 часа дня. Я вам присылаю адрес, куда надо прибыть. Все. Вы приезжаете, мы работаем. По времени, до скольких часов ночи мы работаем, не имеет значения. Просто этот день отведен под такую работу. Все, что касается вопросов, которые можно задавать у испытуемым, вы можете их присылать. Мы будем тоже признательны за них. Интересные вопросы. Мы их можем спросить, но это будет зависеть от потока. Насколько человек видно, он возьмет этот вопрос или не возьмет. Туда он пошел или не туда. Кроме того, смотрите, вот в этих состояниях уже тоже стали интересны такие наработки, когда понимаешь, например, в экстрасенсорике, которая юзает измененное состояние сознания достаточно активно, там есть своя терминология. Там есть пятый план, шестой план, седьмой план и так далее. И потом вот кто-то сходил на седьмой план и говорит, я себя плохо чувствую, а кто-то наоборот на крыльях летает. И каждый раз задает вопрос, а почему так? Так вот вопросы, почему так, и что это за планы, и каким образом у нас идет растождествление с телами, и каким образом мы можем расширяться и так далее. Я бы хотела это все систематизировать, разрисовать, как это работает. Мы еще добавим несколько экспериментов, и я думаю, что я это доведу до логического конца, потому что те представления, которые существуют сегодня, уже очевидно, что в них есть заблуждение. Но это так. Выход за пределы себя в своем внутреннем мире возможен только через использование энергетики собственной. И выход действительно в высокочастотное состояние всегда будет сопровождаться наполнением энергии. Выход в низкочастотное состояние или выход из низкочастотных состояний в измененное состояние сознания будет сопровождаться потерей энергетического ресурса. Это то, что очевидно. Все остальное по мере, как будем работать. Смотрите, мое внимание требуется не только вам. Поэтому с вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова